Всем привет, ребят! Наконец у нас есть возможность немного с вами поболтать. На самом деле я планировала провести прямой эфир, но у меня физически нет ресурса и нет уже сил. Потому что с 9 утра до часу я нон-стопом работала над своими соцсетями. Я подготовила уйму постов. В Телеграм можете посмотреть весь мой список. Кто подписан на Телегу уже со вчерашнего дня, знает, какие планы у меня сегодня были. И я выполнила их все, кроме прямого эфира. Его я уже не могу с вами проводить, то есть у меня не хватит ресурса на это. Поэтому давайте быстренько так в сторис сейчас немножко, прям немножко поболтаем. Ну, наше немножко может, конечно, перерасти в достаточно много, но да ладно. Есть что обсудить. Во-первых, вы уже видели отзыв, естественно, на тайну трех книг Уэлла Чак. Смотрите, на Лабиринте сейчас очень выгодная цена, то есть 375 рублей. Это вообще моя самая идеальная цена на книги. Я обожаю такие цены. И сразу же кладу. Если я вижу книгу по такой цене, то я моментально ее кладу в корзину. То есть 375 рублей ниже просто не может быть. Поэтому посмотрите на других маркетплейсах, потому что на Лабиринте, это я сегодня с утра зашла, там она уже скоро закончится. Далее. Насколько вы знаете, мой 2024 год начался с трилогии. Вот она здесь, эта прекрасная трилогия. Трилогия Макту по Алекс Дейлана Мейер. Третью книгу я дочитаю сегодня. Планировала сделать это вчера, но что-то не срослось. Но осталось мне буквально вот сколько. То есть за сегодняшний день я их 100% добью. Я уже, начиная со второй книги, даже не крепила сюда стикеры. На первую они у меня здесь налеплены. Здесь я уже стала, вообще отошла от этого, подумала, что толку их лепить, если перечитывать книгу, то есть ее нужно перечитывать полностью. Там нужно возвращаться просто ко всей истории сразу. По конкретным моментикам я ее перечитывать не хочу. Если перечитывать, то да, листать буквально, ну просто каждую страницу и смотреть, что же там за... Как вы знаете, история на 100% моя. Это высшая оценка третьей книги однозначно точно так же будет высшая оценка. Я пока не знаю, конечно, чем она закончится. Я немного думала, что главная героиня будет все-таки более жестока к своему возлюбленному. Отзыв я буду писать сразу на всю трилогию, потому что, чтобы не проспойлерить вам вторую книгу. Хотя авторы своей аннотации написали очень жирный спойлер на второй книге. Если начнете первую, ни в коем случае аннотацию не читайте. И вообще лучше не читайте аннотации этих книг. Чтобы не было эффекта такого, ну, которого вы должны ожидать по сюжету. Чтобы у вас был эффект вау. Трилогия однозначно в мое сердечко. Восточный колорит. Сильная главная героиня. Сильный герой. В первой книге у нас идет охота на ядовитого любовника. На маньяка-убийцу. Садиста, который убивает девушек. Фотографирует их. Примеряет на них вот эти маски восточного колорита. И, ну, в общем, всячески запутывает следствие, чтобы его не нашли. Главная героиня здесь. Она с восточными корнями. Ее прошлое было очень страшным. И она, как агент ЦРУ, выходит в эту систему и своими силами пытается добиться правды. Хотя ее все отговаривают и говорят, как бы этот человек не может быть подозреваемым. Но один из подозреваемых. Главный, кстати, у меня кулончик из книги, которую мне прислала Элла Чак из бокса. Просто увидела его и хотела вам пояснить. Так вот, она, Эрика, главная героиня, ведет свое собственное расследование. Очень горячее, безумно горячее. Третья книга. Вообще переворачивает весь мой мир, весь ее мир. Ты со своей позиции европейского, ну, так сказать, жителя думаешь, как так можно вообще? Но, опять-таки, возвращаемся к той теме, что в чужой дом с своим самоваром. И свой самовар, пожалуйста, оставляй в своем доме. Не лезь туда, где тебе не место. В общем, особенность жизни арабских мужчин, такого уровня, которого здесь Джамаль, Джейден тот же самый. То есть, ну, для кого-то это непонятно, но с позиции главной героини я ее прекрасно понимаю. Потому что Яра выросла на сериале «Клон». И вот это многоженство, вот этот мир тотального патриархата, он мне понятен по тому сериалу. То есть, в нашем обществе, ну, в том, в котором я живу, этого нет в окружении меня. Но там, где это есть, женщины чувствуют себя защищенными. И то есть, Эрика, требуя от главного героя неких поступков, я на самом деле очень рада, что он не ведется на эти провокации. Потому что мужчина должен держать свое слово, и если он взял ответственность за кого бы то ни было, он не может взять свое слово назад. Он должен идти до конца. И очень классно наблюдать, как главная героиня меняет свое мировоззрение, возвращается все-таки мыслями к своим корням. Но то, что она выросла в свободной стране, ей это не добавляет очков. То есть, она чувствует противостояние, вот это противоборство. Но мужик, конечно, ну, молодец, что сказать. Мужик, выросший в патриархальном обществе, для него вообще все норм. И судить мы его за это не будем, ее мы судить не будем ни за какие поступки, потому что я влюблена в этих героев полностью и бесповоротно. Я обожаю эту историю. Так что дочитывай сегодня, и потом ждите отзыв сразу на всю трилогию. И после того, как я дочитаю Макту, я вам говорила об этой книге уже давно. Это так самая книга, многие интересовались, которая якобы по словам, ну, каких-то блогеров сложна. Ее не брали на чтение. Естественно, для меня сложных книг не бывает. То есть, ты просто глубже анализируешь историю. Это разговор о книге Гелиоса «Люди солнца». Смотрите, какая классная обложка. Ее мы будем с вами читать сразу после Макту, автор Лариса Розенькова. В общем, мы здесь все с вами узнаем. Здесь у меня вот такие прекрасные фотографии есть. Смотрите, смотрите на это. По-моему, какое-то огнище. В общем, будем с вами читать. Здесь достаточно крупный шрифт. Ну, не знаю, посмотрим, что значит сложная книга. То есть, здесь «Будущее время. Планета Земля. 2222 год». Ну, когда уже общество скакнуло в своем развитии. И, в общем, слушайте. Юная главная героиня знакомится с Гелиосом. Он потомок солнца по имени Даас. Ну, я так подозреваю. Ну, что подозревать? Тут все очевидно. Это он и есть. Красавчик наш прекрасный. Их опасному сближению препятствует множество факторов. Ну, то есть, естественно, здесь у нас конфликт. Здесь планета подвергается нападению какого-то существа. Мы об этом с вами обязательно узнаем. Мрачный гость намеревается лишить землян тепла и света, даруемого солнцем. Нарушив хрупкое равновесие, которое оберегает Великий Договор. Нашим героям предстоит бороться не только за свое счастье, но и за будущее всей планеты. Я такое люблю. Я такое люблю. Думаю, многие мои прекрасные подписчицы, ну, может, и подписчики парни, тоже такое любят. Эта книга, кстати, у меня с автографом автора. Очень приятно. Я обожаю такое. Здесь написано прямо «Надежда» от автора. Открывать новые миры. Поэтому в ближайшие дни мы с этой книгой с вами познакомимся. Помимо этого, мне нужно сегодня еще доехать в СДЭК. Чуть позже я это сделаю. И забрать еще одну книгу по очередному сотрудничеству, которую мы с вами посмотрим уже на следующей неделе. Ну, в общем, через одну. То есть я прочту Гелиоса по плану, потом прочту что-нибудь из классики. Потому что я не заканчиваю с классикой. Я хочу ее продолжать. Просто она будет чуть меньше. Чуть меньше объем книг, чем у меня был ноябрь-декабрь. То есть однозначно я возьму либо финансиста, которого я брала на каникулы, либо Артура Хейли. Что у меня там, по-моему, меняло. По-моему, меняло. У меня несколько книг Артура Хейли. В общем, какую-то из них я выберу. Вот из этих авторов я хочу после Гелиоса читать классику. В общем, вот такие новости. Давайте сюда еще вот эту книгу положу. В общем, вот такие у меня новости. Поболтать давайте сегодня болтать не будем. Потому что все, все силы, все. Остаток сил я отдала. Сейчас пойду дальше слушать своего Сергея Жукова и группу «Руки вверх», которую я слушала все время, пока работала. Нужно что-нибудь еще позавтракать. Потому что даже не завтракала. У меня нет на это времени. И увидимся. В общем, я очень рада, что закончились эти каникулы. Я, конечно, люблю отдыхать, но не так, как работать. Но на самом деле это я признаю. Меня раздражают длительные выходные. Не работает нормально почта. Нормально не работает. Я не могу нормально доехать в пункты выдачи. Нет сил ни на что. Потому что когда я выбиваюсь из графика рабочего, то есть сегодня я просто нон-стопом. Я давно так не работала. То есть обычно я работаю, ну, там, ну, два часа. Ну, чисто по контенту, подготовке, публикации. Сейчас соцсети Threads у меня развиваются активно. Да и все остальные соцсети. Но сегодня просто с девяти до часу просто делала контент. И это я еще не все сделала. Завтра продолжу. Потому что на сегодня все, хватит. Теперь я дальше буду читать. Сейчас покушаю что-нибудь, буду дальше читать. Мой прекрасный мактуб. Потом съезжу в СДЭК. Потом пойду за доченькой. В общем, такие планы на сегодня. Надеюсь, вы там все жив-здорово после праздников. Увидимся.